Винченцо Фоппа Винченцо Фоппа Известно крайне мало Он родился в Банюло Мелло Небольшой коммуне недалеко от города Бреша Его отец работал партнер Возможно, что Фоппа был учеником Беллини Он также мог быть учеником Бонифачо Бембо Эстетика поздней готики Безусловно, повлияла на ранние произведения Фоппа В то время в Бреши Отсутствовала местная художественная школа И Винченцо Фоппа До приезда Леонардо да Винчи в Милан Был ведущим художником Ломбардии Работал в основном в Милане Правители которого герцоги Сфорца Предпочитали произведения в старом Позднеготическом стиле Поэтому в произведениях Винченцо Фоппа Соединились черты поздней готики И влияния новой гуманистической культуры Во пресковом цикле капеллы Портенари Церкви Санте-Джорио Милане Фоппа ввел пейзажный фон И продемонстрировал использование Наблюдательной перспективы Я цитирую Википедию Он также искал возможности Выражение драматизма событий Характер лиц Эти черты станут типичными Для ломбардской живы Фрески Сант-Эустоджо Стали вершиной ломбардского Ренессансного искусства того периода В 1456 году он, вероятно, переехал в Павию К этому времени он женился на соотечественнице Из Бреши по имени Кайлина Дочери Катерины Д. Болис из Кремона И имел от нее детей Отправился в Генуи в 1461 году Чтобы избежать эпидемии чумы Которая царствовала в то время Павии В конце концов вернулся в 1475 году Чтобы завершить работу капеллы В 1474 году получил миланское гражданство Был приглашен декорировать капеллу Замка Сфорса совместно с Бонифачи Бембо И Дзанетта Бугатта В том же году он создал фрески В церкви Санта-Мария де Караваджи Которые восхвалялись его современниками Но позднее были утрачены В 1476 вместе с Бонифачи Бембо и Джакомо Висмара Работал над росписями во французской церкви Сан-Джакомо Павии В городе гражданство Которого он получил в 1468 году Павии написал фрески Которые сохранились и ныне отреставрировал Написал совместно с Джанетта Бугатта И Константину де Ваприо В последние годы художник вернулся в Брешу И возможно чтобы избежать Чрезмерного влияния работы Доната Браманте и Леонардо Довини Он жил в уединении до самой смерти Закладывая основы для развития местной школы живописи Умер в Брешии в 1515 году Вот так вкратце О итальянском живописце Который был одним из ранних представителей Ломбардской школы Живописи периода Квартаченто Винченцо Фо Пока-пока До свидания Смотрим работы Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова